так смотрите в прошлый раз мы начали обсуждать как как там распознать факториальные кольца я опять же нарисую картинку которая у нас так первую половину семестра будет перед глазами то есть у вас есть вообще коммутативные кольца потом мы сказали что чтобы сокращать там нужно чтобы не было делиться на поэтому мы выделили область целостности потом мы сказали что что насчет население фельсии выполнено суммулировали значит триальные кольца и дальше хочется доказывать основе теоремы арифметики в тайной кольце то где есть основная теорема арифметики мы доказываем ее значит какой способ кассе получил герпи эвклида ну вот мы вели в варианте эвклидово кольцо если вкратце это кольцо в котором работа говорит эвклида это где есть алгоритм эвклида сейчас я еще раз напишу при линии эвклидового кольца был обсудим это определение и потом будем понимать почему действительно если это есть то она факториально но чтобы работал алгоритм эвклида надо чтобы мы могли делить с остатком ну и хорошо бы чтобы при перемножении у вас вы могли как-то приходить к меньшим со множителем поэтому определение такое что область целостности к область целостности к называется эвклидовым кольцом если найдется такая норма то есть такое отображение которое бьет из кольца без нуля в но давайте я напишу не отрицательные целые числа чтобы было понятно и выполняется два свойства во первых n от а b больше либо равно чем норма а норма произведения больше чем норма со множители и второе это собственно деление с остатком деление с остатком ну и первое и второе свойство выполняется для всех ненулевых а и б поскольку 0 норма неопределивая значит для любых а и б найдутся частная q и остаток r такие что а равно b q плюс r а r либо 0 либо его норма строго меньше чем норма того на чем уделили то есть на б так тут есть сразу много вопросов давайте их потихоньку обсуждать зачем мы опустили опускаем здесь ноль но это просто для того чтобы если на первом возьмем в качестве к поля то мы можем положить все ну давайте я беру пример значит если к поля то мы можем просто взять все нормы всех элементов равными нулю например и у нас все будет работать у нас всегда но руб норма произведения больше чем норма со множителей и у нас всегда у нас частная всегда есть а я у нас всегда 0 нет сейчас если у нас к это многочленом многочленом каким-то полем то удобно брать качество многочлена его степень как вы знаете если вы берете степень при произведении многочлена степени у них ну то есть степень произведения многочлена больше чем степень любого со множителя и вы можете делить с остатком ну вот тут если вы хотите брать ноль то у нуля норма она равна степень нулевого многочлена степень многочлена это что-то минус бесконечности поэтому это не очень хорошо но хорошо и спокойно и тогда тут нужно выходить свет написал любого бы не равному нулю или что ну смотрите я хочу чтобы у меня вот это r у него норм было меньше чем тормон на что на что мы делим и и если у меня она бы делится без остатка то мне нужно чтобы у нуля была норма меньше чем норма любого другого элемента поэтому если у меня есть элементы ну тогда зачем 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 норма норма ноль тогда если я это не 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 буду править но мне нужно тут не нужно будет тут везде писать любых обе неравных нулю потому что на ноль тут не разделишь не всегда можно но например да это порядок что если мы если мы здесь нигде в норму ноль не подставляем то можно роб для при чем угодно но а тогда если я ноль можно добавить но тогда во первых мне нужно будет писать об они равны нулю да ну поправить дети определения но этот пример то же самое нет про ноль это на самом деле не очень существенно согласен потому что в принципе для всех наших примеров по моему для всех может делать норму мультипликативный и тогда у всех элементов норм будет 0 и тогда все будет хорошо но сейчас давайте я расскажу значит в принципе для большинства примеров можно сделать норму такую чтобы она была чтобы была выполнена мультипликативность и кроме того норма от а быть равна нулю ну не равна нулю для всех элементов а и тогда действительно можно добавить чтобы положить норму ноль равна нулю так надо немножко подправить ну как-то подправлять вот на первых многочленах вместо того что писать такую норму нужно будет писать норму многочлена 2 в степени степени до члена тогда у вас как раз она будет мультипликативно поскольку при перепроизведении у вас степень складывается как раз будет приемножение а в нуле у вас будет минус бесконечности минус бесконечности это ноль другой пример другой первых кольца это кольцо например гауссовых чисел давайте про это же поговорим z от i мы их прошлый раз вводили если это числа вида а плюс бы и где а и b целая вот такая решетка где мы просто выбираем все точки с целыми координатами на комплектной плоскости давайте докажем что действительно у нас это будет и в кольцо то что это кольцо мы обсуждали в прошлый раз а в качестве нормы конечно же мы возьмем начнем нужно из этого сделать целое число но возьмем квадрат модуля то есть а в квадрате плюс b в квадрате тогда как раз у нас уровень 0 0 и выполняется мультипликативность прошу произведение двух комплексных чисел модуль квадрата тоже перемножается так что у нас автоматически будет выполнена ну вот у нас первый слой будет следовать из того что у нас все все нормы у нас будут натуральными поэтому если у вас число если вас айба не ноль то при произведении вы получите что-то не меньшее давайте проверим второе свойство что у нас всегда есть частный остаток то есть нам нужно доказать что если вы берете ну давайте я не а б напишу то какие-нибудь у и в какие-то целые гауссовые числа ну или просто гауссовые числа тут я напишу целые говорят целые тогда я могу найти частный остаток такое что норму остатка будет меньше чем норма то на чем поделили это можно делать как тремя разными способами два из них ну почти одинаковые геометрически 1 алгебраически давайте на геометрический мир поймем на что мы хотим разделить уновой с остатком как мы сделаем смотрите берем тут удобно разделить все на v написать в таком виде у наваном равно q плюс r делить на v смотрите какой смысл этой записи q это элемент из этой то есть это элемент нашей решетки r делить на v должно быть числом у которого маленькая норма если норма r меньше чем форма это значит что медь но мы x drauf это вот это число помочь должно быть меньше 1 Чтобы это равенство выполнялось, это равносильно тому, что норма r делить на v меньше единицы. А у на v это какой-то точка на комплексной плоскости. То есть у вас задача стоит следующая. Вы берете и рисуете это у на v. Ну вот она где-то здесь лежит. И дальше возникает вопрос, ну нужно взять такой q, чтобы разница между этими двумя числами была по модулю меньше единицы. Ну понятно, какой q нужно взять, да? Какое? Ну надо взять ближайшую вершину квадрата, которая тут есть. То есть у нас вот у на v подойдет какой-то квадратик. Вот здесь вот лежит у на v. И у нас есть четыре вершины. Ну возможно, если у на v попал в центр этого квадрата, то мы можем любую вершину выбирать. Про единство частного ничего не говорится. Может быть, что мы можем выбрать несколькими разными способами, никаких проблем нет. Но уж по крайней мере, если мы возьмем самую ближайшую вершину, q, то вот эта вот разность, ну длина этой штуки, она будет по модулю меньше единицы. Потому что если вы возьмете квадрат со стороной 1, то у вас точка самая далекая от вершины квадрата, это будет центр. И там будет разница, что там, корень с двух пополам. Поэтому эта штука по модулю меньше единицы. Таким образом мы доказали, что если вы берете любое u и любое v, не нулевое, то вы можете разделить u на v. Найти q, это значит, у меня будет вершинка квадрата. Ну вот эта разность, это у меня будет r делить на v. Она будет по модулю меньше единицы, значит, норма r будет меньше, чем норма v. Аналогично совершенно. Вы можете это сделать для любого такого кольца. Вот вы можете наблюдать, насколько можно его как бы сделать редким для того, чтобы сохранялась эвклидовость. То есть, например, если вы возьмете z от корня, корень из двух i, у вас в ячейке это будут прямоугольнички, такие прямоугольнички со сторонами единицы и корень из двух. Значит, в диагонали у вас будет корень из трех, половинка диагонали будет корень из трех пополам. Это все еще меньше единицы. А вот если вы возьмете, например, 1 на 2, z от двух i, то там в ячейке будут уже прямоугольнички 1 на 2. Тут будет корень из пяти, корень из пяти пополам уже больше единицы. Поэтому у вас эвклидовости не будет, и мы уже показывали, что это кольцо, оно не факториально. Ну и даже если вы возьмете граничный случай, когда у вас z от корень из трех i, у вас там будет прямоугольничек со сторонами 1 и корень, ячейки вот такие будут, и для гадали будет в точности 2, половина диагонали, единичка, а это кольцо уже не факториально. То есть у вас, даже если у вас равенство выполняется, то уже их единицы не будет. А кто может мне сказать, почему это не факториальное кольцо? Какой-то есть пример. Как вы думаете? Когда неоднозначное предложение на множители z от корней из трех i. Ну, нет, 3 корень из трех там, наверное, разлагается, потому что если у вас есть корень из трех i, то, наверное, 3 это корень из трех i на минус корень из трех i. Но четверка это уже лучше. У вас четверка это 2 на 2 и 1 плюс корень из трех i на 1 минус корень из трех i. Но я остался показать, что у вас все элементы здесь неразложимы и не ассоциированы. То есть обратимые элементы здесь — это плюс-минус один. Поэтому ассоциированные элементы будут держаться знаком. Ну и можно проверить, что эти элементы дальше не раскладываются, и они не ассоциированы. Так что вот мы уже на границе видим, что у нас такой четкий критерий, что даже нельзя здесь иметь строгое неравиство, не строгое, уже здесь факториальность не выполняется. Ну и в качестве еще примера у нас есть числа Эйнштейна. Это томиги. Омиги — это корень кубический из трех, там получается такая треугольная решетка. Но вы можете проверить, что если у вас есть ячейка, это будет треугольник со сторонами единицы. Ну и как вы, наверное, кто-то из вас может вспомнить, что там центр находится на расстоянии корень из трех натрия. Это две трети от высоты-высоты корень из трех пополам. Ну и корень из трех натрия тоже меньше единицы. Поэтому у нас точно совершенно эксклидовые кольца — это вот это и вот это. Ну и вот это тоже. Ну, на самом деле, можно добавлять и совсем. То есть если прям говорить про все кольца, которые получаются с добавлением корня квадратного уравнения, то там, конечно, есть еще кольца. Например, можно добавлять… Ну вот омега — это у нас что? Это корень из трех пополам мы добавляем, плюс сейчас там что-то такое добавляем. Надо только правильно написать. Ну и еще можем добавлять всякие корень строки, можно заменить на корень из семейки, корень из одиннадцати. И там еще некоторые, еще будет парочка примеров или двух колец, но это вы на семинарах сделаете. То есть можно добавить минус корень из семи пополам, плюс и корень из одиннадцати можно добавить еще. И тоже вкрытость будет работать. Там будут просто треугольнички более вытянуты. Окей. Ну, почему я привожу в таком виде, а не в таком? Потому что здесь, на самом деле, я хотел бы продемонстрировать, что деление с остатком — это ключевое свойство. А первое свойство вообще можно выкинуть, и оно тут не важно. То есть, в частности, если у вас для качества выполнено только деление с остатком, то на самом деле можно немножко норму подкрутить, и там будет выполнено и вот это неравенство тоже. Поэтому я ввожу в общем виде это определение, именно без использования всяких мультипликативностей. Ну, давайте я это докажу. Так, утверждение. То есть, если у меня есть кольцо область целостности, в котором выполнено только свойство 2, то на самом деле я могу подкрутить норму так, чтобы и один был тоже выполнен. Значит, область целостности К, в котором выполнено только свойство 2, существует норма из кольца без нуля в неотрицательные целые числа со свойством 2 эвклидового кольца, тогда К эвклидовое кольцо. То есть, вы можете просто себя в голове держать, что эвклидовое кольцо это просто кольцо, в котором работает алгоритм эвклида. Вот это свойство про то, что там норма уменьшается, но это вот, это немножко уже дополнительно. Главное, чтобы было деление с остатком. Если оно есть, то уже все хорошо. Ну так, допустим, у меня есть норма и выполнено только свойство 2, а свойства 1 у меня нет, но надо сделать так, чтобы оно было выполнено. Для того, чтобы вот это свойство было выполнено, надо, чтобы норма у числа А была наименьшая среди всех чисел, которые получаются из-за отображения на что-либо. Ну, давайте так и сделаем, пишем, давайте норма с волной, пусть у меня А не 0, я скажу, что норма с волной от А, это минимум по всем БСК без нуля, норму от АБ. То есть по свойству 1 у А норма минимальная среди всех чисел, которые получаются из-за умножения на что-либо. Поэтому мне просто придется это предположить. Вот, давайте возьмем такую норму с волной, просто минимум по всем Н от АБ по БСК без нуля. В частности, там не СК Б равна единице, поэтому норма А там тоже будет присутствовать. То есть, в частности, у меня, естественно, норма с волной А, она будет меньше либо равна, чем норма А. И давайте для этой нормы с волной проверим оба свойства. Ну, как я уже говорил, первое свойство, конечно, очевидно следует, давайте его напишем. Первое свойство, мы должны проверить, что Н с волной от АБ больше либо равно, чем Н с волной от А. Ну, это очевидно, потому что, значит, что такое? Значит, у нас существует такой С в К без нуля, такое, что норма с волной от АБ равна норме АБС, просто по определению. Потому что норма с волной от АБ — это минимум среди всех чисел, которые получаются с АБ умножением на что-то. Ну, а норма АБС, она, естественно, больше либо равна… Вот мы взяли А умножили на БС, поэтому это, конечно, больше, чем минимум по всем ХСК без нуля норма от АХ, которая есть с нормой с волной от А. Так что действительно все работает. Сейчас быстро или нормально? Нормально. Хорошо. Ну, это вроде просто. Второе вот интереснее, да, что мы хотим разделить… То есть мы хотим второе свойство, но только тут нужно быть… Мы знаем его для обычной нормы, она нужна для нормы с волной. Но здесь мы сделаем трюк, очень такой детский. Ну, мы хотим, чтобы здесь была норма с волной от Б. Норма с волной от Б равна какой-то норме от Б умножить на что-то. Поэтому А будем делить на Б, а на Б умножить на это что-то. Значит, пусть у меня норма от Б, значит, у меня даны А и Б, пусть норма от Б с волной – это норма от БС. Так как у меня норма с волной – это минимум, значит, у нас для какого-то С достигается от минимума, ну, то есть у меня есть какой-то С, опять же, СК без нуля, для которого это выполнено. И я А разделю не на Б с остатком, а на БС с остатком относительно норма Н. Так, нет, еще раз, здесь можно требовать любое какое-то там фундированное множество, для каждого элемента есть только количество элементов меньше данного или не напорядоченное. Почему я тут пишу именно Z? Потому что очень часто у меня возникает здесь мультипликативность, мультипликативность, там натуральные числа, перемножение, и вот там, то есть поэтому я использую именно Z. Ну, и в приложениях у нас будет Z. В принципе, здесь можно заменить, конечно, на любое множество, которое вот, вот, Лин упорядоченное, и у которого для каждого элемента есть, за конечностью шагов, дойдем до конца, да. Значит, мы разделим А на БС с остатком, ну, относительно, конечно, нормы Н. Относительно нормы Н. То, что у нас остатком для нормы Н работает, значит, найдутся такие Q и R, что А равно БС на Q плюс R, и при этом либо Н равно 0, либо норма от R меньше, чем строго норма БС. У нас либо это выполнено, либо это выполнено. Ну, и теперь, как бы, тут, собственно, ловкий трюк уже был сделан. Осталось только-то переписать. Значит, если мы пишем относительно Н с волной, то мы говорим, что частное у меня, частное это CQ, а остаток R. То есть у меня написано А равно Б на CQ плюс R. Причем у меня либо R равно 0, если R равно 0, то уже все хорошо, или выполняется вот это неравенство. Но, как мы знаем, мы специально подобрали C так, чтобы это была норма с волной от Б. Ну, а норма с волной от R, она уж точно не больше, чем норма от R. Так что для нормы с волной строго неравенство будет выполняться. То есть, конечно, можно для нормы, то есть часто в примерах у вас норма обладает каким-то хорошим свойством, как же мультипликативность, 0 только в нуле, там, обратимые элементы это единица. Это удобно для того, чтобы, например, находить неразложимые элементы. Но в целом, все, что нужно для того, чтобы работала с натериемой архиметики, это наличие деления с остатком. Вот это, там, первое свойство, оно несущественно. Нет, еще раз. Вот здесь Акредто показывал, что если я хочу, вот я, если у меня есть вот такая норма, то я могу поменять так, чтобы еще выполнял условие, что норма от АБ больше, чем норма А. Ну, это как, где делим А на БЦ? Ну, да, потому что нам, ну, если бы хотелось здесь остатков, в принципе, можем мы на БЦ делить, это ничем не плохо. Я правильно понимаю, что вы теперь за Q берете не Q, а CQ? Да, я говорю, частная у нас теперь ЦQ, а остаток R, да, у нас поменялось. Ну, вот у меня написано, вот, я же написал. Вот у меня теперь, это как бы частное, обновленное частное определение А на Б, если я хочу относительно нормы с волной ее брать. А, C, да, ясно. Вот. То есть, ну, просто немножко сейчас на другое взять, а так все хорошо. Ну, в смысле, откуда здесь берется Ц, потому что у меня, видите, я как бы норму B сначала уменьшаю, то есть я беру, я делю не на B, а на B, C, где C паран-таки уменьшается, чтобы эта шучка была минимальной. Мне нужно, чтобы здесь норма B была минимальной, ну, B нужно сначала норму уменьшить, а потом уже разделить. Так что тут все вроде логично. Хорошо. Значит, самое главное, что нужно доказать, нужно доказать, что эвкидовые кольцовки реально, то есть у меня действительно в эвкидовых кольцах работают снательные арифметики. Ну, для этого сейчас будет... Ну, я быстро это расскажу, не знаю, сколько нужно подробно рассказывать. Мы сейчас делаем все ровно то же самое, что мы делали для обычных чисел. Просто я опишу алгоритм эвкида, посмотрим, меняется ли что-нибудь, если вы рассмотрите не натуральные числа, а какое-нибудь произвольное кольцо с вот такой нормой. Значит, я хочу доказать теорему, что эвкидовые кольцовки реально. Ну, и тем самым я снова докажу, что многочленное у вас в эвкидриальное кольцо, то, что гауссовое число в эвкидриальное кольцо, число Зейнштейна тоже в эвкидриальное кольцо, и там у вас автоматически будет однозначно разорвение на множители. Ну, как я уже в прошлый раз говорил, для эвкидриальности нужно две вещи, для эвкидриальности нужно существование и того, что любой простой элемент является неразложимым. Ну, вот существование понятно. Существование как раз у нас используется первое свойство. Мы говорим так. Как повторяем то, что было для эвкидриальных чисел. Пусть это не так. Рассмотрим элемент X из К без нуля, с минимальной нормой, для которого не существует разложения. Ну, мы здесь используем индукцию, индукция у нас по норме, поэтому я принимаю в таком виде, просто рассматриваю элемент с минимальной нормой, для которого не существует разложения. Ну, дальше у меня смотрите, пусть у меня X представлен в виде произведения каких-то двух элементов A умножить на B. Тогда есть два случая. Первый случай простой. Если у меня норма и A, и B, она строго меньше, ну, я знаю по первому свойству, давайте я так добавлю сразу, по свойству 1, норма X у меня больше либо равна, чем норма A, и чем норма B. Если там строгое неравенство, то тогда я могу разложение написать, это очень легко. Давайте я тут сотру, напишу два случая. Значит, если у меня норма X строго больше, чем норма A, и норма X строго больше, чем норма B, тогда по умному предположению с минимальной нормой у A и у B есть разложение, то есть A представляется как U на P1 PS, V представляется как W на Q1 QL, ну, и значит, у меня X представляется как UW P1 PS Q1 QL, и разложение есть, поэтому это противоречие. второй неудобный случай это когда у меня норма совпала, то есть если у меня такое не выполнилось, то я хочу доказать, что в этом случае B обратим, что если у меня норма совпала, то на самом деле B обратим элемент. Ну, мне нужно, как сказать, что если я представил X в виде произведения B, то если в любом таком разложении у меня один со множителя обратим, тогда X не разложим, и разложение можно взять X равное X, и все хорошо. Вот это как раз этот случай. Но нужно его обосновать, почему если у меня норма X равна норме A, то B обратим. То есть у меня получилось так, что я домножил на какой-то B, а норма не поменялась. Ну, я сделал опять очередную хитрость. Я разделю, ну, у меня первое свойство уже я использовал, надо второе использовать. Надо что-то разделить с остатком. Ну, а B на A делить с остатком довольно глубоко, потому что A B это A умножить на B. Поэтому мы разделим A на A B с остатком. Разделим A на A B с остатком. Внезапно. Получим, что A равно A B на Q плюс R. Внезапно. Причем у нас будет два случая. Ну, если я равно нулю, тогда бы Q это единичка, и бы B обратим. Все хорошо, да? либо либо у меня норма R она строго меньше, чем норма AB, которая норма A. И тут начинается проблема, потому что у меня R это A умножить на 1 минус BQ. А значит, его норма она не меньше, чем норма A. Ну, вот получается противоречие, потому что здесь у меня норма R больше у нас еще норма A, здесь норма R меньше, чем норма A. Поэтому вот у нас по условию. Ну, X это AB, поэтому у меня по условию это вот это. Я хочу доказать, что если вот это выполнилось, то есть окажется, что в куфлидовости видите, если у меня если я A на что-то намноженную норму не поменялось, то автоматически у меня B обратим. Я хочу это доказать. Для этого я делю A на AB с остатком, и у меня получается такой R. Если оно 0, то у меня BQ это единичка, и значит B обратим. А не 0, оно быть не может, потому что у меня норма R, она больше, чем норма A, поскольку это A умножить на что-то, не нулевое. А с другой стороны, норма R должна быть меньше, чем норма AB, а это равно A. Норме A. Окей? Живы? Ну вот. Но значит, если B обратим, тогда получается, что ну вот у меня X состоит в предъявлении AB, либо у меня в любом таком случае B обратим, либо у меня X разложим. Но если вот второй случай всегда выполняется, тогда X самоописи неразложима, и значит X равно X. То есть если всегда норма X равна норме A или норма X равна норме B, то значит X неразложима. Ну и значит, можно взять X равно X, и вот у нас построили разложение для X, тоже противоречие. так что действительно существование есть. Так. Ага, у нас через минуту будет звонок. Ну давайте я сейчас понятно, для единственности мне нужно говорить, давайте я начну писать, сейчас выпишу начало, а потом мы все про него докажем после перерыва. Опять же, если кто-то все понимает, можем там чуть позже вернуться. единственность, значит, единственность мы доказываем, как я уже сказал, нам нужно доказать, что простой элемент неразложим. То есть у нас дан элемент, а сейчас на самом деле зажимый элемент прост, извините, да, что любой неразложимый прост, то есть нам дан какой-то простой, неразложимый P, и у нас AB делится на P, нужно доказать, что А делится на P или Б делится на P. Но мы, как обычно, применим к А и П алгоритмы Вклида И пытаемся выразить их нот через как линейную комбинацию А и П Ну, давайте я напишу тут алгоритм Вклида Так, вспомним и потом уйдем на перерыв Так, алгоритм Вклида Здесь у нас есть два числа Ну, в данном случае у тебя будет А и П То мы делаем следующее Берем А это делим на П с остатком Потом П делим на Р1 с остатком Потом делим Р1 на Р2 с остатком И так далее Получается каждый раз, что пока есть остаток не нулевой То у меня норма будет уменьшаться Так можно делать только конечное число раз Поэтому в какой-то момент мы получим, что РН равно Значит, РН-1 Равно К РН-1 РН И остаток будет нулевым Ну, вот так выглядит алгоритм Вклида Я должен доказать, что РН Это наибольший общий делитель То есть это Общий делитель А и П с наибольшей нормой И что он линейно выражается через А и П То есть мы хотим доказать, что Ну, вот можно подумать Сейчас сделаем перерыв 5 минут И после перерыва мы это докажем Ну, Ку-1, ну, частная Ку-1, частная Так, ну, очень хорошо, что вы задаете вопрос Можно меня прямо во время разговора это прерывать Потому что, мало ли, там где-то застряли Так, еще раз Значит, мы сейчас доказываем единственность Как я сказал В прошлой лекции мы доказывали, что единственность Да, единственность Это значит, что такая следующий факт Что если П неразложим, я Б делится на П То А делится на П или Б делится на П Пока что непонятно, как это будем доказывать Ну, то есть Я говорю, спойлер, что это с помощью алгоритма Вклида Но пока мы это не доказали Я просто начал писать алгоритмы Вклида Для произвольных двух нулевых элементов нашего кольца Можно провести алгоритмы Вклида А именно, берете два элемента Делите первый на второй с остатком Потом делите Значит, Б на остаток И получается новый остаток Потом делите остатки друг от друга с остатком И так, пока это не кончится Значит, вы пока что поняли, что это кончится Потому что у меня нормы уменьшаются И значит, рано или поздно у меня Остаток правой части будет ноль Давайте доказывать какие-то свойства Во-первых, то, что Это вот РН Оно линейно выражается через А и П Доказываем, что РН Это АХ плюс ПУ То есть Доказываем, что существуют такие Х и У Что РН это АХ плюс ПУ Мы просто доказываем по индукции Что РН это линейно выражается через А и П А именно Р1 это у меня просто А минус Ку 1 П База Ну Дальше, если у вас есть линейная комбинация двух элементов Которые линейно выражается через Х и У То она тоже выражается через Х и У Поэтому Переход будет Выглядеть примерно так Что у меня Ну и там П у меня выражается через П Это как бы Р0 А дальше РКТ Это у меня Ну или там РК плюс 2 Что такое Это РКТ Минус КУ К плюс 2 РК плюс РК плюс 1 Ну РКТ выражается линейно через А и П РК плюс 2 выражается линейно через А и П Значит, РК плюс 2 тоже линейно выражается через А и П Тут я могу написать, что это какие-то АХКТ плюс ПЫКТ А это АХК плюс 1 Плюс ПЫК плюс 1 Раскрыть скобки, провести подобные Получить, что Это будет АХК плюс 2 Плюс ПЫК плюс 2 Я надеюсь, что это, наверное, понятно Мне нужно тут все То есть Выносим А Тут можно А вынести П вынести Понятно, что там будет внутри Наверное Поэтому, действительно, РН у меня линейно через А и П Второе, что хочу доказать Что РН это нод А и П То есть, по определению, это общий делитель С наибольшей нормой Что-что? Какой-то один из них Да, это правда Нод у нас определен Значит, все в кольцах С точки зрения делимости Определено с точки зрения ассоциированности Поэтому Нод Как и все остальное Там Как и там Неразложимость Как и вот Разложение Мы пишем С точки зрения ассоциированности А в нем С точки зрения ассоциированности Поэтому Ну Если вы Заранее выбрали Из Каждого Представителя Класса ассоциированности ну, из каждого класса ассоциированности своего представителя, то можно сказать, что это он. А так это, то есть, действительно, это какой-то вот из какой-то из общих делителей, но я буду говорить все время общий делитель, буду считать, что как бы, называть его в единственном числе, но действительно он определен в случае с ассоциированности. Так, значит, нужно доказать, что это общий делитель, и что он с наибольшей нормой. Ну, давайте посмотрим. Значит, у нас, значит, если мы посмотрим на равенство a равно q1p плюс r1, то мы легко увидим, что если какой-то элемент делит a и p, то он делит p и r1. И если какой-то элемент делит p и r1, то он и делит a. То есть, если у меня общие делители a, p, это в точности общие делители p и r1. Ну, если я могу это записать, да, если у вас a делится на там c и p делится на c, то и r1 делится на c, потому что r1 это a минус q1p. Ну, можно это переписать. Понятно, что если p делится на c, то q q1p делится на c, и разность двух чисел делящихся на c делится на c. Ну, и обратное тоже верно. Значит, у них и нот совпадает. Ну, опять же, имеется в виду, что можно воспринимать нот как множество или сказать, что синдосоидность они совпадают, но вот можно написать такое равенство. Ну, и дальше по индукции доказываем, что это верно для по индукции по n доказываем, что он равен ноду двух последних слогами, то есть rn-1 и rn. Но у меня нод rn-1 и rn это rn, поскольку rn-1 на него делится, и явно, что никакого большего делителя, чем rn, представить себе невозможно, поэтому действительно это будет общедвительственно и больше нормой. что нам, видимо, для корректности сопротивления нам нужно, чтобы, а, ну у нас, ну да, ну, либо нужно говорить, что это, ну, то есть, ну, ну, мне нужно, да, да, у нас норма, у нас, как это, у нас целых числах возникает, поэтому больше нормы у нас точно будет. для норми делителей меньше, чем наши КВДВ Да, 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 да. ДА, 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 ДА. ну теперь а теперь мы доказываем вот это вот свойство это собственно сегодня все доказываем лима эвклида да это нужно было в рамочку нужно было ввести чем-то доказываем пусть по не разложим а b делится на п ну причем допустим что они делятся на п если а делится на поэтому что доказали пусть а не делится на п тогда я утверждаю что у них нот с точно до ассоциированности равен единице я тут напишу ассоциированности я так ну наверно порядка происходит я могу сказать ассоциированность непростой линия понятно ли что нота и пара единицы так надо пояснить да видимо ну хорошо смотрите у п все делители это либо ассоциированы с ним либо или обратимые поэтому если у а и п и с общий делитель если у а и п вовсе делитель ассоциированы с п тогда я и на п делится потому что если a делится на ассоциированы с п то это у нас ассоциированности по делимости не отличаются. Поэтому, а так как они делятся на P, то значит все общие делители с P могут быть только обратимыми. Только обратимые. Ну, значит, NOT равен 1. Ну, или ассоцированность 1, поэтому можно там, в общем, можно предумножением на обратимые добиться того, чтобы найти x и y такие, чтобы ax плюс py равно было бы равно единице. То есть мы используем свойства, чтобы сказать, что он NOT, но обратим, а дальше находим такие x и y, чтобы у нас выполнялось это равенство. Дальше осталось сделать тот самый трюк, который вы делали на УКТЧ, а именно мы доможем это все равенство на B. Получим такое равенство. ABX плюс PBY равно B. Здесь у нас AB есть, которая делится на P. И есть PBY, которая тоже делится на P, потому что там P есть. Вот тут есть P, поэтому делится на P. А B тоже делится на P. Значит, AB делится на P. Ну, вот мы доказали, что если у у вас есть произведение двух элементов кольца, которые делятся на неразложимый элемент P, значит, у вас, ну, и A не делится на P, а значит, B делится на P. Значит, мы доказали, что P простой. Ну, а раз любой неразложимый элемент P простой, значит, у нас работают с натерием арифметики, то есть кольцо k-факториально. Ну, из определения следует, да, что, смотрите, у вас есть два общих… Сейчас, что вы хотите меня узнать, что если у вас есть два общих действия с наибольшей нормой, то они не ассоциированы. Ну, это, опять же, нужно доказать, то есть… Да, это можно доказать, но тут надо… Ну, давайте я скажу еще пару как-то… Давайте еще такое утверждение напишу, на всякий случай, чтобы у вас было, что Rn делится на любой общий делитель A и P. Это следует просто из того, что Rn – это A x плюс P y. Если у вас у A и P есть какой-то общий делитель, то Rn на него тоже делится. Поэтому сейчас, если у вас есть… То есть он делится вообще на все общие делители. Поэтому, если у вас есть общие действия с наибольшие нормы, то Rn тоже на него делится, и тогда у них норма одинаковы, поэтому они и ассоциированы. Ну, то есть здесь это не нужно, потому что в доказательстве у меня тут нота однозначно определено, тут никаких вариантов нет, но действительно это тоже верно. Это как бы… То есть в доказательстве этого не нужно, но, конечно, это тоже работает. У вас все как в обычных числах. То есть общий делитель – это… Он был этим свойством, что он делится на все остальные общие делители, какие у вас есть. Так, черно со временем. Ну, смотрите, здесь дальше… Вот мы доказали уже факториальность, это уже круто. Дальше возникают вопросы, ну, можно ли это как-то обобщать на более общих кольцов, то есть обязательно требовать эвклидовость, или можно немножко ослабить эвклидовость так, чтобы все еще факториальность была. И ответ – да, можно. Это нужно сделать с помощью идеалов. Но там… Я не знаю, сколько вы прокачаны в идеалах. Наверное, нет. На полной лекции. На полной лекции, понятно. В конце семейства. Да-да-да. Но поэтому мы, наверное, это отложим чуть-чуть попозже. Хотя это как бы такое… Мне кажется, это скорее приятно, чем неприятно. А уже сразу можно пробовать использовать факториальность тех кольца, которых мы уже сделали. То есть мы уже доказали, например, что Гауссово число – факториальное кольцо, и можно попытаться из этого что-то извлечь. Ну, давайте я тут… У нас осталось 17 минут. Все равно мы… Новое определение лучше не начинать. Поэтому давайте просто попробуем разобраться с… Ну, дальше. Вот мы получили, что кольцо затотифик-то реально. Ну, это уже мало. Мы хотим еще понять, как раскладывать… Как числа раскладывать, какие числа неразложимые, как получить это разложение. То есть, наверное, понятно, что если мы что-то давали к Z, то разложение будет похоже на разложение в Z. Но насколько похоже – непонятно. Ну, вот, то есть, возникает вопрос, как искать неразложимые. Ну, и, собственно, разложение в произведение… Ну, простых неразложимых тут неважно, потому что это одно и то же. Я буду делать предварительные замечания. Они, на самом деле, будут касаться не только этого кольца. Но можно считать, что я работаю в кольце D, которое там Z от I, Z от корней из двух I, что там Z от Omi, или там Z от… Ну, даже можно считать, что можно взять в качестве кольца минус корней 7,5 плюс 1,2 I, например. Давайте поймем, про чем мы знаем про норму в этих кольцах. Во-первых, я уже сказал, что норма произведения равна произведению норм. Еще полезное свойство в том, что у меня норма числа равна единице, тогда и только тогда, когда Z – это обратимый элемент моего кольца D. Ну, я не знаю, что здесь новую теорию. В принципе, можно. Можно это прямо непосредственно проверить. Ну, в одну сторону это, наверное, очевидно. В какой стороне очевидно, кстати? Если обратим, то очевидно 1. Да, если обратим, то очевидно 1, потому что если Z с D со звездочкой, то значит Z на какой-то W равно 1. Ну, а норма единицы – это единица, поэтому у нас получается, что норма от единицы – это произведение норм Z на W. Ну, а это и натуральные числа, поэтому они во все по единичке. У нас вообще как-то общая свойство, что данный такой у нас не меняет норма, сколько там данного именно обратимая и обратно вернется. Если обратимая, то норма не меняется, и если норма не меняется, то обратимая. Не, ну… Ну, да. Ну, то есть, сейчас мы это сказали в одну сторону, а в другую, что… Сейчас, значит, только… Ну, да. Ну, если действительно у нас выполняет свойства, то, как вы говорите, что если у меня норма… То есть того, что норма Z равна норме A, а норма Z равна норме A, мы уже доказывали, что тогда Z обратим. Ну, только нужно, чтобы у нас там… Это мы уже доказывали… Вот, если мы доказывали, что норма Z равна норме A, то Z обратим. Хорошо, тогда, например, сразу понятно… Ну, мы доказывали, у нас был, как поручительный факт, что если норма AZ равна норме A, то Z обратим, потому что можно A на Z поделить с остатком и получить, что либо остаток 0, либо у вас остаток, он там, будет поменьше. Это мы, когда существование доказывали, мы это использовали. Ну, давайте заметим сразу, что если норма Z – это простое число, простое целое число, то у нас автоматически Z неразложим. Ну, это правда очевидно, потому что если у вас Z – это A умножить на B, то норма A на норму B – это норма Z, в которой простое целое число. Но определение двух троллей чисел равно P, когда у вас одно число единичка, другое – P. Поэтому у вас один из них, какой-то из них равен единичке, ну и значит, что у вас либо A обратим, либо B обратим. Ну, опять же, я тут опускаю, то есть понятно, что Z у меня простое целое число, значит, у меня Z в неразложим еще требуется, чтобы этот элемент был ни 0, ни обратим, но это очевидно, потому что у меня норма – простое целое число. Смотрите, значит, у меня на самом деле происходит следующее. Ну, давайте я так сразу забегаю вперед. То есть вот у вас были целые числа, у них были простые целые числа. Теперь, когда мы добавили что-то к кольцу, произошла следующая вещь. Некоторые простые целые числа, они остались неразложимы, они теперь все еще неразложимы, то есть они простые элементы, снова простые элементы в новом кольце. То есть мы что-то добавили, но эти элементы все еще не раскладываются. А есть другие простые целые числа, которые у нас теперь нормы каких-то новых чисел. Вот мы добавили новые числа, и у них норма может быть простой. И это новые неразложимые элементы. Вот философия такая, что просто у нас ничего больше не произошло. То есть у нас разложение, в принципе, не поменялось, кроме того, что мы теперь дораскладываем некоторые простые целые числа на неразложимые. Давайте я еще скажу, то есть второй способ что-то происходит. То есть у вас, если норма равна p, то z неразложим. А еще бывает такой случай, что бывает, что норма z равна p в квадрате, и нет элементов с нормой p. Тогда у меня z ассоциирован с p и неразложим. Вот я хочу сказать, что есть такой случай неразложимого элемента, и вот такой случай, который написан ниже, а других нет. Ну, я думаю, сейчас пока докажу это, потом мы разберем пример, а общий случай я еще раз докажу. Я сейчас работаю в таких кольцах, в которых мне нужно следующее свойство. Во-первых, мне нужно, чтобы норма была мультипликативной, во-вторых, мне нужно, чтобы норма была единица, тогда когда z обратим. А это не следует, это типа тоже свойства, а это следствие? Ну, это следствие. Ну, это следствие, но... Если вы сможете в кольце подобрать такую норму, чтобы это выполнялось, то да, ну, то есть... Ну, еще раз, у нас во всех примерах можно подобрать норму так, чтобы она была мультипликативной. Но если разумные кольца, в которых оно и вклидовое, и там не мультипликативная норма, этот пример... Я не знаю, то ли его не существует, то ли он есть, но очень хитрый. Ну, в общем, про это можно забыть. Да. Ну, это ассоциированность, я так обозначаю. Да, но у нас p это элементы кольца тоже. Ну, давайте я... Что-что? Ну, да-да-да, конечно, тут еще целые числа должны быть внутри, потому что, чтобы вот это было выполнено, мне еще нужно еще одно свойство, а именно мне нужно, чтобы норма числа делилась на само число. Простое число, это простое смысле... Когда я вижу простое число, я имею в виду простое смысле целого числа. Ну, неразложимость, но простое целое число, да. Что-что? Да-да, когда я пишу простое целое число, я специально пишу целое, чтобы вы не перепутали, да? Чтобы это было именно простое, как целое число. Хорошо? Ну, давайте, сейчас, ну, давайте я лучше пример напишу, а это там, если хватит времени, скажу. Ну, смотрите, вот что вы делаете? Ну, вот у вас есть галстовый чисел, например. Вот у вас есть 0. Значит, как мы в прошлый раз выяснили, у меня обратимы это вот 4 числа, это 1, минус 1 и минус е. Это обратимые элементы, собственно, те, которые с нормой единицы. Давайте берем следующий по норме ненулевой элемент. Ну, вот я могу даже их начать выписывать. 1 плюс е. У него норма 2. Очевидно, сразу по нашему утверждению, что он неразложим. То есть у нас простое число 2 представляется как 1 плюс е на, ну, скажем, 1 минус е. Да, вот у меня тут вот это число, еще с ним есть 4 ассоциированных. Вот они образуют такой квадратик. Это 1 плюс е. И это неразложимый элемент, который, вот у нас теперь двойка, он, это простое целое число, но при этом как элемент кольца затоты, он разложим, потому что он представляется, как там 1 плюс е на 1 минус е. А у этих двух чисел, у них норма поменьше, они и не с них необратим. Поэтому двойка теперь разложилась. Окей, давайте смотреть. Ну, можно просто перебирать. Значит, какие у нас есть числа там. У нас только одно кольцо затоты. У нас никаких, никаких, пока других. Так, ну давайте их по очереди выписывать. Но про целое число можно не выписывать, про них все понятно. У них норма будет в квадрате, поэтому... Так. Ну давайте я сколько-то выпишу. Ну там, сейчас, там какие-то не те же будут, наверное, что-то вписывать. Нет, не, не, можно не выписывать, наверное. Ну, короче, 2 плюс е, это что такое? Это у нас, так, у нас 5. Я пишу саму квадратов, да? Тут 9 и 1, 10. Тут будет 17. Ну, понятно, что на самом деле 2 несчетных писать глупо, потому что у нас квадрат будет счетным, и значит, он делится на 2, поэтому это не будет неразложимым. Ну вот, у нас есть еще 2 неразложимых элемента, как минимум. Вот такой и вот такой. А еще у нас есть... Какой неразложимый? 2 плюс 3 и у нас еще и будет. Это тоже... Сейчас, это у нас 9 плюс 13. Тоже неразложим. А 2 плюс 5 и это будет 25 плюс 4, 29. Еще будет, что, 5 плюс и это 20. А, 2 плюс и можно не писать. Ну, это уже много будет, наверное. Чисель 3 плюс 5 и это будет... Это будет 41, да? Ну, то есть, смотрите, у нас есть некоторый список простых чисел, которые теперь разложимы. Это норма каких-то чисел кольца. То есть, мы уже знаем, что вот эти все... Вот все числа, у которых норма, простая и неразложима. И мы получаем, что у нас есть простые числа, которые теперь раскладываются в произведение со множителей. А давайте выпишем простые числа, которые здесь нету, да? Которые... Вот почему-то мы не нашли чисел с нормами 3, 7, 11, 19, 20... Что там? 31 и еще 39, да? А, мы еще 37 пропустили. У нас тут 6 плюс есть. Вот. Ну вот, вы на это смотрите, у вас сразу... Что-что? 39 не просто. А. Наверное, что-то пропустил, да? Еще 23 есть какое-то? Да, 23? 27. Короче, если вы на это посмотрите, вы сразу поймете... У вас сразу появится гипотеза. Гипотеза будет такой, что... Вот у вас в первой группе у вас числа какого вида? Значит, 2 и 4К плюс 1. А вот здесь вот будет 4К плюс 3. Ну, сразу появится гипотеза, что все такие числа, они остались неразложимыми. То есть они были простые целые числа. Мы расширили кольцо, что-то добавили, а эти элементы все еще не раскладываются. Они все еще... Они остались неразложимыми. А вот все эти числа, они теперь разложимы. То есть они теперь представляются как норма каких-то чисел... Вот кольца гауссовых чисел. Но, опять же, то, что 4К плюс 3 остались неразложимыми, конечно же, это очевидно. Почему? Потому что в двух квадратах у нас не может быть... Давайте остаток 3 прилили на 4. То есть автоматически такое никогда не может быть выполнено, поэтому у вас вообще никогда не может быть такого, что 4К плюс 3 оказался разложимым, потому что чисел с такой нормой просто не существует. Вот утверждение о том, что, наоборот, любой числой виды 4К плюс 3 представитель всего двух квадратов, но это более хитрое условие, более хитрое свойство, которое мы докажем в следующий раз. И, собственно, мы из этого можем быстро извлечь довольно легко, какие числа вообще представительные суммы двух квадратов. То есть если мы это поймем, наверное, мы... То есть понятно, что вот это свойство, то, что норма равна простому числу, означает, что число P — это сумма двух квадратов. У нас уже есть гипотеза, что все числа виды 4К плюс 1 представляются как сумма двух квадратов, а вот все такие не представляются. Но в следующий раз мы это точно докажем. Ну и заодно я объясню, почему там вот это выполнено, и почему у нас других простых... То есть у нас все неразложимые — это либо такие, у которых норма простого целого числа, либо их норма — это квадрат, либо они ассоциированы с каким-то простым целым числом. То есть у нас только два типа простых, есть, у других не бывает. Это мы сделаем в следующий раз. Так, наверное, на сегодня все. Всем счастливо, задавайте вопросы. До следующего раза.